Добрый день, уважаемые коллеги. Исследований по психосоматике огромное количество, вы прекрасно понимаете. Вопрос в том, что нужно же обобщить это полуисследований в коротких, емких, практически важных тезисах. Это крайне важно. Вот Наталья Петровна показывала тезисы Евросоюза, насколько я понимаю, которые были в рекомендациях по сердцудистой профилактике. Я бы хотел представить 12 психосоматических тезисов, которые были сформулированы в 2010 году. В Иркутске у нас ежегодно психосоматические конференции идут, и приезжают психиатры. Тогда Валентин Яковлевич Сенки с командой приезжал. И тогда были сформулированы вот эти 12 тезисов. Вы можете сравнить их. Мне кажется, это очень важно в плане государственной программы и правозавещения тоже. Вот мы двигаемся дальше. Первый тезис. У пациентов с соматическими болезнями нередко выявляются коморбидные соматические психические расстройства. Я постарался проиллюстрировать последними современными исследованиями крупными. Вот посмотрите, что у нас получается. Исходно без коморбидности было взрослых. Почти половина, значит, половина была с коморбидностью. Из них сердечные заболевания у четверти, а психически у каждого пятого. Это исходно. Через 4 года, смотрите, что происходит. Почти треть психосоматическая, ну, то есть тревога, депрессия и так далее, да. И также треть сердечные проблемы. Насколько важны психические расстройства и какова частота их в нашей кардиологической практике. Вот последнее крупное исследование. Это динамика психических расстройств с течением времени. Пик, вы знаете, это подростковый возраст. А накопительная частота, посмотрите, какая. К 75 годам половина, половина людей имеют психические расстройства. Это значит, в нашей практике их довольно много, потому что мы же работаем во много за пациентами, а длинные молодые. Собственная практика. В основном я давно уже и много лет занимаюсь практическими вопросами диагностики, лечения в своем кардиоритмологическом центре. И вот подборка более тысячи пациентов. Они пришли к кардиологу решать проблемы, трудные кардиологические. Я специально не занимался проблемами выявления психических расстройств, но не заметить их просто нельзя было. Понимаете? Что мы видим здесь? Доминирует, конечно, как и в популяции, тревожное расстройство, но в целом у каждого пятого. У каждого пятого. На кардиологическом приеме, когда я решаю задачи кардиологии, а отнюдь не психических расстройств. Но он же пришел с сердцебиением, а там аритмии-то нет. Он пришел с болями в сердце, а там нет коронарной болезни. А ему же надо помочь. И куда он пойдет, если я не поставлю диагноз и не буду лечить этих пациентов. Тезис второй. Вот о чем уже говорили. Двунаправленные психосоматические связи. Число работ довольно много уже. И почти по всем основным заболеваниям мы имеем дело подтверждения уже о том, что как душа на тело влияет, так и тело на душу, безусловно. То есть это взаимный процесс. Ну, для примера, вот вам сердечно недостаточно. Риск новой депрессии при сердечной недостаточности где-то на 30% выше. Если берем пациентов с депрессией, риск сердечно-недостаточности тоже выше. То есть организм это сложная штука, но очень взаимосвязан. Но, по крайней мере, оба процесса они прогрессируют. Почему? Почему такая тесная взаимосвязь? Потому что механизмы общие. Во-первых, биологические общие. Во-вторых, поведенческие общие. Курение на что влияет? На огромное количество. Гиподинамия на что влияет? Диета на что влияет? И так далее. Любой фактор возьмите. Он влияет на огромное количество разных заболеваний. Психические расстройства органических не вызывает. Ну, если не брать стрессовую язву, да, пожалуй. В то время как последние могут быть причины. Берем инфаркт миокарда, классическая тема психосоматическая. Инфаркты миокарда бывают разные. Допустим, выявленный инфаркт, когда там боли были, там, скорая приехала и так далее. И не выявленный инфаркт. И сравнили. А вот есть разница по психическим дисфункциям у выявленного и не выявленного. То есть, какова роль инфаркта-то самого. Или это все-таки стресс, связанный, да, с острым жизнеугрожающим заболеванием. Оказалось, что когда диагноз поставили, да, психические расстройства, тревожные, депрессивные, в первую очередь тревожные, они будут увеличиваться. А если диагноз не поставлен, не будет реакции. Часто встречаются психические симптомы у пациентов с функциональными. Здесь посмотрели число визитов в зависимости от тревоги у пациентов с болями в груди. Ну, кардиологи знают, да, что подавляющая часть боли в груди никакого отношения к стенокардио вообще не имеет. То есть, она доброкачественная. Что это такое? Никто сильно не разбирается, не наше. Иди спину лечи там, куда-нибудь иди, только, значит, не к нам. На самом деле, когда посмотрели, а что там? Есть ли связь с тревогой? Конечно, есть. Чем выражены боли, чем чаще рецидивируют, тем, естественно, тревога выражена. Что надо лечить здесь? Тревогу, а кто ее лечит? И маятся они, туда-сюда ходят. Непонятно кому, кардиологи-то не лечат же их, не берут их. Кардиологи ограничиваются простой задачей. Это не коронарная болезнь. Все, до свидания. На раз решается проблема. Коротко транквилизаторами вдолгуют антидепрессанты. Психические расстройства увеличивают тяжесть, чистоту, ухудшают прогноз коморбитных заболеваний. Я бы хотел обратить внимание, вот тут уже звучало, что в основном почему-то у нас в интернистах сконцентрировались на симптомах и на шкалах. Ну, во-первых, диагнозы ставятся, как мы ставим наши диагнозы, вот так же психиатры ставят свои диагнозы. Поговорили, посмотрели, поставили диагноз. Все. Вот этому надо учить. И обратите внимание, мы не можем лечить тревогу и депрессию. Мы можем лечить генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, депрессивный эпизод мы можем лечить. Мы не можем в общем лечить какой-то симптом. Это же неправильно. Мы же не лечим боли в сердце, мы лечим стомокардию. То же самое и психиатры также лечат. И нам надо учиться диагностировать и лечить конкретные психические расстройства. И обратите внимание, то психическое расстройство, если мы установили диагноз, оно гораздо более негативно влияет на течение сердечно-сосудистых рисков. Они могут по-разному влиять на разные заболевания соматические. Попробовали голландцы по-разному представить одно и то же психическое расстройство, как влияет на разное. Оно влияет по-разному, в зависимости от многих факторов. Понятно, что непсихическое расстройство привело к смертности общей сердечно-сосудистой, но оно тесно ассоциировано с этим, и это надо учитывать. А вот это проблема. Обратите внимание, здесь взяли разные психические расстройства. Депрессивная, дискемия, ну то есть хроническая легкая, генерализованная тревога, социальная фобия, паническое расстройство, агорафобия. Ну это распространенное психическое расстройство. Посмотрите, симптомы красные, это сердечно-лигочные, боль, дискомфорт в груди, сердцебиение, одышка. Почти половина пациентов. Мышечно-скелетные, желудочно-кишечные, общие симптомы. Посмотрите. И они же приходят-то с чем? Они вот с этими симптомами, собственно, и приходят. И к психиатру, а не к нам приходят. И они ограничиваться тем не нашим. А вот это не наше, это что? И постараться помочь, если сможете. Потому что если интернист-кардиолог не будет заниматься, больше никто заниматься не будет. Не дойдет он до психиатра. И не пойдет, да и сами они не хотят брать легкие. Они работают с суицидами, они работают с шизофримией, да? Они работают с тяжелыми состояниями. А когда к ним легкая тревога приходит, что они делают? Они пытаются лечить как тяжелое расстройство. Что получается? Поэтому вот эту деликатную задачу надо лечить все-таки интернистом. При нетяжелых расстройствах, о чем коллеги уже говорили. Это проблема. Потому что когда пациенты приходят порой, да, с чем они приходят на консультацию? Вот с такой вот пачкой. Выписок, истории болезней. На них живут все диагностические центры, все коммерческие центры на них живут. Они на них зарабатывают просто. Они ходят, обследуются, пытаются выяснить лечение. Помощи нет. А кто будет принимать решение? Проблема, кто будет принимать решение? Не психиатр, это понятно. Из интернистов кто? Если мы не научимся это делать, они так и будут. Вот бедные пациенты гулять по клиникам, по частным центрам, тратя колоссальные ресурсы без эффекта. И они серьезно влияют на удовлетворенность лечения. Поймите, снизив давление, снизив холестерин, пациенту лучше-то не станет же. Уже прекрасно это становится. Ему лучше станет когда? Когда вы тревогу убрали. Когда вы настроение повысили. Тогда ему станет лучше. А наше кардиологическое лечение в большинстве случаев на качество жизни влияет мало. Но, тем не менее, если мы берем, допустим, пациентов с инфарктом миокарда, а это ведь рандомизированное исследование. Последнее корейское рандомизированное исследование. Оно повлияло и на сердечно-сосудистые риски. Прямо или косвенно, через поведение или приверженность, и другой вопрос. Но повлияло же. Судя по цифрам, не хуже, чем аспирин, статин. Я уж не говорю про качество жизни. Важное направление психотерапия тоже может, обратите внимание, снизить. Понятно, что наблюдательные исследования, тем не менее. Но проблема психотерапии, она сложнее. Проще дать таблетку дозированную, и вы гарантируете эффект. Психотерапия дороже. Она требует многократных сеансов. Результаты менее предсказуемы. И применение психотропных препаратов требует учета влияния на нашу кардиологическую проблему. Назначение эсцеталопрама вместе с гидроксизином оказывается очень опасным. Два препарата, удлиняющих кутэнтерол. Добавьте сюда цеталол, плюс во время инфекции азитролицин, то мы получим повышение риска внезапной смерти. Кто этих пациентов считает? У нас же внезапной смерти нету, потому что на вскрытие диагноз никто не ставит. Там нужна какую-то морфологическую структуру. Треть пациентов умирает аритмоген от внезапной смерти, а по статистике ее нету. И соматические болезни способны снизить эффективность лечения с обратной стороны, психического расстройства. Если мы лечим комбинированно, то мы улучшим эффект лечения депрессии и той же самой тревоги. Понимаете? То есть о чем и говорилось. Лечение соматического заболевания, в свою очередь, позитивно влияет на лечение психического расстройства. И эту мысль надо еще донести до психиатров, чтобы у нас была основа для тесного сотрудничества. И даже на факторы риска, понимаете? Даже если мы воздействуем на факторы риска в данном исследовании, даже симптомы депрессии уменьшились. Каким образом, трудно сказать, но результаты есть такие. А это вот отечественная психосоматия. Пока такая. То есть группа проповедников бродит от конференции к конференции в небольшом зале. А результата пока у нас нет. Но я уверен, что рано или поздно придет наше время. Придет. И мы вырастим еще до уровня, до которого выросла христианская религия. Пока вот так. Спасибо.